ЧЕРНОБЫЛЬ КОМАНДА В то время как в Стиме надеются слупить за нее аж 250. Сюжет повествует о следующем. Когда террористы атаковали Чернобыльскую АЭС, капитан Юрий Рыков был послан, чтобы саботировать их действия и уничтожить транспорт с радиоактивным материалом. Ему удалось. Частично. Теперь же русская армия атакует террористов в Чернобыле. Однако, несмотря на их количество и авиационную поддержку, они имеют жесткий лимит времени. Русские опасаются, что террористы сумеют забрать много радиоактивного материала, прежде чем отступят. То, что вы только что сказали. Одна из самых безумно идиотских вещей из тех, что я когда-либо слышал. Куда и главное, как они заберут этот ваш радиоактивный материал, если со всех сторон их атакуют русские, да еще и авиация летает. Впрочем, это вы еще увидите. Первым делом в глаза бросается то, что разработчики по сравнению с первой частью подтянули графику и свой английский. Кусты перестали быть похожи на зеленую сто лет небритую манду, а герои во время разговоров перестали пародировать акцент Александра Невского. В небе то и дело проносятся 31-й Миги и 24-й Мишки. В общем, атмосфера вполне себе боевая, и все бы ничего, но вы в жизни не догадаетесь, что сейчас в руках у главного героя. Если вы сходу распознали непринятый на вооружение СВК, то мое вам почтение. Но, к сожалению, это не она. Это новейший секретный снайперский дробовик Калашникова. Полите следы от пуль. Либо я чего-то не понимаю, либо это первый шутанг, где не справились даже со стрельбой из базового оружия. Из-за этого бага с визуализацией попадания пуль, корректировать стрельбу из этого шедевра криворукости просто невозможно. Че попал? Куда попал? Левей, правей, майна, вера, просто пиздец. Но если стрелять в упор, то вроде ничего. В этой части у игрока появляется напарник по имени Федор. И если вы когда-то в какой-то игре жаловались на тупость иишных союзников, то это только потому, что вы никогда не играли в Чернобыль Команда. Я не знаю, кто в военкомате решил, что дать автомат в руки этого еблана, это разумно, но он регулярно будет стрелять вам в спину, если вы будете идти впереди него. Есть ли от него польза? Да. У него навязчивая идея танковать дамаг и тем самым подрывать боезапас неприятеля. А вот и еще союзники. Бойцы Росгвардии мужественно ведут бой с воображаемым неприятелем. Им похуй, че ты тут ходишь, у них своя война. Встал на линии огня, очередь с ракешник на. Видимо, не зря система иногда помечает их как врагов на радаре, типа не стой под стрельбой и все такое. Враги в этой игре настоящие профессионалы, многие из них больше не стоят на открытом месте. Они мастерски прячутся в траве, в кустах, в текстурах, а иногда умудряются даже прятаться внутри таких объектов, как камни или контейнеры. Вообще, вся игра сплошной мир стреляющих в кустов, и в каждой второй перестрелке нихрена непонятно, откуда по вам долбит последний недобитый партизан. Меткость стрельбы здешних неписей никак не зависит от дистанции, поэтому зачастую последний живой противник стращает игрока дамагом, забившись под кустом в тени какого-нибудь ящика, где обнаружить его возможно только по звуку стрельбы. Думаю, что тем, кто смотрел мой топ-10 худших шутеров, эта снайпа окажется знакомой. Добавьте к ней бесполезный пистолет с глушителем и маломощный СМГ, и вы без труда узнаете арсенал из игры «Снайпер Московская миссия». Я так и не понял, разные ли разработчики сделали эти игры, или одни и те же, потому что «Снайпер Московская миссия» и «Чернобыль Команда» числятся за «Силдон», а вот «Чернобыль Террорист Атакс», то есть первая часть этой игры, является единственной игрой разработчика «Плей Паблишинг». Вейни моды того времени стала стрельба из стационарных пулеметов. Они не только обладают огромной огневой мощью, но и самой большой отдачей за всю историю игр. Конкретно этот акий языческий алтарь дает бессмертие на время перестрелки каждому, кто возьмется за гашетку. Увидев такую херню и поняв, что стрелять не в спину пока что бесполезно, Федор тут же съебнул в сторону ближайших кустов. Отлипнуть от пулемета до окончания перестрелки, для которой он был предназначен, невозможно. После того, как я расстрелял абсолютно всех врагов в радиусе поражения, сзади с криком «Пора убираться отсюда!» на пикапе подъехал Федор. Я снова встал за пулемет, Федор сел за руль и начал вывозить нас из этого ада. Судя по скорости, Федор не знает, как переключаются передачи. Дай газку, ёбаный, по-русски, блять! Блять, гад, рука, ёбаный, блять! А судя по тому, что мы ездим кругами, Федор не знает еще и дорогу. Несмотря на инвалидную скорость, проезжая мимо врагов, Федор умудряется замедляться и ехать еще медленнее. Причем сам-то он сидит в пуленепробиваемой кабине. Я несколько раз пытался его замочить. И рискуем мы с ним исключительно моей задницей. Блять, чувак, может ты еще остановишься и сходишь пассать? Чудом не умерев, мы наконец-то доехали до места назначения, которое находилось в 20-ти стука, блять, метрах от того места, с которого мы стартовали. Это была самая унылая миссия со стрельбой на ходу за всю чертовую историю. Не дай, блять, бог, еще хоть и один, сука, раз такое пережить. Тут за уши притягивается миссия, оправдывающая существование в этой игре снайперской винтовки. Игра предлагает прикрывать Федора с крана. Убиваем троих солдафонов, вышедших покурить из какого-то ангара. И все, можно слезать, царство однообразных перестрелок продолжается. Подобный эпизод с навязыванием снайперской винтовки один на всю игру. Следующая миссия, продолжаем пробираться в центр зоны. Ой, блять, только не машина, только, сука, не она. Не, на этот раз слава яйца, мы идем пешком. Видимо, даже Федор понял, что так реально быстрее. Внезапно выяснилось, что если убивать последнего бойца очередной пачки из снайпы, то показывают эпический киллкам. О, а вот и снова кем-то любезно установленные пулеметы. Бля, я думал, с такой скоростью в этом мире ездит только один безумный гонщик. Видимо, вот так мы с Федей смотрелись бы со стороны, если бы я стрелял чуть-чуть похуже. Ух ты, ух ты, а вот и что-то новенькое. Угроза с воздуха. Странно, я думал, вертолеты будут на нашей стороне, как в сюжете написано. Но ничего страшного, потому что такие вертолеты нам нахрен не нужны, ведь они не летают, они ездят по невидимой дороге. Именно поэтому выпавший из вертушки пассажир не падает на землю, а лежит наверху, а вовсе не потому, что он умер и попал на небеса. В игре не предусмотрено иных способов пополнения боезапаса, кроме как подбор струпов. Никаких вам ящиков с патронами, никакого восполнения при переходе на новый уровень. Патроны вам дают только один раз в начале игры, и все. Остальное будьте любезны добыть в бою. Поэтому, чтобы не скатиться до стрельбы из пистолета, после каждой перестрелки приходится опускать морду в пол и идти лутать трупы. Так, после одной из перестрелок в рядах террористов обнаружилось два танцора балета и один боевик, желавший сдаться. Пара слов о красных бочках. Обычно красные бочки со значком огне опасно находятся в шутерах для того, чтобы у игрока была возможность, подорвав бочку одним метким выстрелом, ловко утилизировать нескольких врагов. Но только не в Чернобыль команда. В этой игре эти бочки стоят повсюду просто так. Их просто забыли сделать взрывающимися. Вместо них взрываются от нескольких попаданий другие бочки, которые на вид как раз черные и обугленные. Да и то не все, а лишь избранные из них. Тем временем в игре, спустя еще одну невероятно унылую поездку на машине, герой получает внезапное подкрепление в лице отряда российских солдат. Это все те же ДЦПшники, что и в начале игры. Помощи от этих косоглазых чмырдеев немного, зато враги заметно усилились. В их рядах стали появляться люди в черном. Они спокойно выдерживают выстрел в голову из снайпы, а в тело и вовсе держат почти целый магазин из калаша в упор. Повысился расход боеприпасов, начала сказываться постоянная нехватка гранат, начались первые смерти. Визуально солдаты нашей армии ничем не отличаются от здешних террористов. Поэтому, чтобы не перестрелять друг друга в пылу сражения, солдафоны благоразумно решили остаться здесь и послать вперед меня одного. Цель всей этой вакханалии – прорваться к складу горючего и уничтожить его. Проблема в том, что это синие бочки, которые обычно не взрываются. Поэтому я сначала подумал, что их надо куда-то увезти на этом трамвае. Но, слава богу, нет. Бочки взорвались, избавив меня от унылой езды на этой жлыге. Бля, он мало того, что едет медленнее, чем машина, так еще и тупо по прямой, что в два раза унылий. Интересно, что было в голове у разработчика, который решил, что эта миссия нормалек и хоть кому-то понравится. С этими четырьмя с половиной минутами по унылости даже летсплея Блэк Сильвера не сравняться. На этом трамвае я доехал до Георгополя, где к тому времени 20 сквадов залутались в контейнерах под завязку и решили шварцать меня на снайпу с восьмикраткой. После 825-й перестрелки, в которой я убил еще 85320-10 врагов, я прибежал к еще одному трамваю, и я не думал, что это скажу, но, к счастью, ехать пришлось на машине. В ходе этой поездки, которая шла примерно 10 минут, а по ощущениям целый час, мы обогнали какой-то поезд и прибыли на свалку старой техники. Прибыли как раз вовремя, чтобы посмотреть, как улетает вертолет с террористами и радиоактивным материалом на борту. Но ничего страшного, ведь в конце концов у нас есть поддержка с воздуха, давай ВКС вперед, но, увы, поддержка с воздуха в этой игре существует только, бля, в ее описании, поэтому вертолет улетает. Улетает он в солнечный Ирак. Господи, наконец-то будет хоть что-то новое. Оказавшись на чужбине, я случайно обнаружил у себя два новых ствола. Это два снайперских фоторужья, судя по объективам вместо прицелов. Первый фоторужье Барретта, второй снайперское фоторужье Драгунова. Причем второй, судя по всему, был у меня с самого начала игры. Просто смены оружия на колесо мыши в игре нет, а проверить цифру 8 я как-то не догадался, учитывая, что на 6 и 7 оружия не было. На геймплей смена локации особо не повлияла. Все те же перестрелки на каждом шагу, все те же 150 врагов на квадратный метр, только теперь истреблять приходится талибов. Неубиваемые люди в черном до Ирака, к счастью, не доехали, поэтому тут воюют только оборванцы без брони. Игра изо всех сил старается походить на второй Modern Warfare, пытаясь выдать местный Ирак за тамошнюю Бразилию. Враги лезут изо всех щелей, конвой постоянно под огнем. Во время миссии приходится зачищать целое одно здание и целый один раз прикрывать своего неуязвимого напарника. Пешие миссии чередуются с миссиями за пулеметом. Потом за нами прилетает вертолет, на нем мы бросаемся в погоню за грузовиком, который в открытом, блять, кузове висит бомбу, которую, видимо, успели собрать из чернобыльских радиоактивных материалов за те три недели, что разделяет миссию в Чернобыле и миссию в Ираке. После потрясающего экшена на вертолете, который летит с той же скоростью, что и местные птицы, игра решает закрепить успех еще одной поездкой на машине, ведь в Ираке на машине ездить не то же самое, что в Чернобыле. Тут у вас Хаммер под жопой и автопушка под рукой, но по сути-то один хрен все то же самое. В итоге Хаммер привозит нас на финишную прямую в секретный тоннель Саддама, ну или на стройку иракского метро, где герой с тяжелыми боями в одиночку прорывается к бомбе. Будь бомба в Чернобыле, я уверен ее пришлось бы разминировать, но поскольку это всего лишь Ирак, бомбу решают взорвать. И плевать на радиоактивные материалы, на ущерб, путь взрывается где угодно лишь бы не у нас, ведь страдать от этого будем уже не мы. На обратном пути уже по зачищенному туннелю снова нападают враги, видимо когда я шел пуп в первый раз у них был обед. Поэтому союзники решают помочь и вывести меня на джипе, как же я блять рад. Дорога абсолютно прямая, таймер на бомбе продолжает тикать, но мы не торопимся, мы едем медленно, но красиво. И вот он момент истины, то ради чего были эти полтора часа непрекращающейся войны, тысячи смертей, реки крови и горы тел. Взрыв, эквивалентный килограмму в пистоновом эквиваленте, от которого даже эти двое и то не умерли. И герой с чувством выполненного долга уезжает в титры, но на повороте падает и остается стоять. Невероятно, но факт эта игра обосралась даже в титрах. Итак, террористы в очередной раз оказались повержены, но не побеждены. Так что, внимание, я скачал с торрента третью часть этой игры, и если к пятнице под этим видео не будет 10 тысяч лайков, я запишу и выложу обзор на это дерьмо. И не буду более ничего выкладывать, пока там не будет 100 тысяч просмотров. В общем, время пошло. Продолжение следует...